30 час болдергейт 2 shadows of amnett так замочили мы тут мы сейчас находимся в локации под названием под названием город нежити город нежити город из себя представляет по сути всего лишь маленькую пещерку вот где мы только что перебили главное подобрать то ничего я смотрю здесь вообще колечко лежит медвежат с нами бегают но они к сожалению другую локацию не переходят эти медвежата то есть сейчас перейдем другую локацию то медведи станут жить здесь в этой пещерке так заклинание опознание естественно естественно знает дикое очарование скорее всего моя магичка тоже знает сейчас проверим так заклинание дико очарование 5 3 уровень естественно да она его знает как мне интересно однотипные заклинания не один слот занимают или они все-таки для не все-таки каждый занимает каждый свиток один отдельный слот занимает я просто ну каплю заклинание чтобы все-таки что такое откуда они поделись не понял откуда они тут появились медведи давайте выручайте так это скелет воины скелет войны довольно опасные типы так срочно на выручку срочно на выручку минску здоровье мало ну вот у меня еще и главный герой тоже бог как вы же он живущий то откуда они поделись я не понял скелет войны двуручный меч плюс один но это вряд ли кому-то пригодится только на продажу но он чего-то стоит все-таки это магическое оружие как ника я я здесь выручный меч плюс один так все же откуда они взялись тут какая-то то ли ловушка то ли тут какая-то хитрость есть город нежити нежить живет пытаются человечиной которые сверху сбрасывают те кто не прошел проверку на соответствие культу слепых вот этих вот так кожный доспех какой-то магический что такое опять она далеко где-то так кожа вампира плюс 4 ого вот это интересно кожа вампира плюс 4 хитрый вор демьен однонож всегда пытался поживиться имуществом своих врагов невзирая на обстоятельства после жаркой битвы с несколькими упырями в которой погибли двое его товарищей демьен решил уравнять шансы уравнять шансы на случай будущих встреч он содрал шкуру с одного из уже неходячих мертвецов и принес ее мастеру пору-пору-пору полурослику искусному в наложении чар на кожу готовый доспех был заколдован таким образом что защищал от физических атак и парализаций не очень романтично зато практично спас бросок от парализации и яда плюс 3 класс защиты 4 не могут использовать маги чародеи монахи все остальные могут но это по идее идеальный доспех для вора так у него сейчас что за доспех у него сейчас доспех теней плюс 3 класс защиты тоже 4 но он дает 15 процентов скрыться в тенях но я скрыться в тенях вообще не пользуюсь большому счету я не пользуюсь скрыться в тенях действительно поэтому доспех теней тогда пойдет на продажу то есть мая маг друидша у меня и так тяжелую броню носит рыцарский доспех да то есть доспех теней значит мы отправляем на продажу скиньте сколько денег мы заработаем когда придем корот и вот это все продадим это же будет очень много очень много денег у нас так стрелы плюс один сейчас я посмотрю прохождение может тут есть какой-то нет здесь подождите подождите мы что-то пропустили здесь можно найти перчатки ловкости и свиток ужасное обворожение здесь я смотрю на прохождение я вижу что это здесь где-то а так мы только половину локации обследовали это только пол пещеры это не вся пещера сейчас мы тогда поспим подождите нет это вся пещера спать нельзя подняться группа разделена что-то мы забыли тут где-то перчатки ловкости должен быть может быть их в прошлой серии подобрал я уж не помню навряд ли вроде не находили так отдохнули так это выход это выход нет здесь нужно что-то поискать а подождите перчатки ловкости я же рукавицы ловкости я же ходала в прошлой части отдал этому священнику у него теперь глаз класс брони просто зашкаливающий аж целых целых минус 7 больше чем у главного персонажа прикиньте и больше чем у минска но ему и логично потому что у него ловкость была на уровне 10 единиц перни уловкость 18 и вас брони просто шикарный так все тогда отсюда можно уходить мы отдохнули единственное меня немножко настораживает поскольку она потратила донецк с заклинаниями тоже все нормально погнали отправляемся в самое собственно зачем мы играем последние часы в логово вот этого бога которому поклоняются вот эти культисты вырезающие себе глаза так в помещении секты яма неверных в яму невер так а куда идти то наверное помещение секты мы в яму неверных наверное куда еще а нет в помещении секты нужно идти точно не давайте в яму неверных я чё запутался куда идти давайте в яму неверных сгоняем Упять эти варгалаки тут не рисовались. Упять эти варгалаки тут не рисуют. Снаряды придется вручную каждый раз переключать на рукопашную стрелу. Так, огненные стрелы, что-то жалко мне их тратить, что-нибудь попроще. Есть стрела плюс один. Давайте вору тогда стрелы плюс один раздадим. У нас очень много крутых стрел накопилось на самом деле уже. Стрелы плюс один, по-моему, самые простенькие стрелы, которые у него остались. Так, что там, кстати, с камнями? С камнями нормально все, камней полно пока. Камней пока хватает. Камней пока хватает. Так, давайте попробуем отдохнуть. Хотя, в принципе, что отдыхательное вы? Со здоровьем все в порядке. Так, по-моему, какое-то новое заклинание. Массовая невидимость. При простении этого заклинания, это заклинание седьмого уровня, при простении этого заклинания, все дружественные создания в зоне действия получают эффект улучшенной невидимости. Чары похожи на обычное заклинание невидимости, но объекты способны атаковать метательным оружием в рукопашную или магии, при этом оставаясь невидимыми. Однако, имейте в виду, что слабое мерцание воздуха иногда выдает невидимок, и тогда противник, если он достаточно наблюдателен, может атаковать их. Такие следы заметны только если их искать специально, то есть после того, как невидимый персонаж обнаружил свое присутствие. Атаки против невидимого персонажа производятся с минус 4 при броске на поражение, а спас-броски невидимого персонажа делаются улучшением плюсов. То есть, ну это очень крутое заклинание на самом деле. Массовая невидимость, очень крутое заклинание. Длительность 1 раунд за уровень. Записываем. Вот, но она пока не может использовать заклинание седьмого уровня, поэтому... Так, ну чё, давайте попробуем всё-таки отдохнуть. Блин, всё-таки сон прервали. Ну ладно, раз сон прервают, значит не будем отдыхать, просто идём дальше. В принципе, все здоровы. Если вы хотите, вы должны собрать свою партию, before venturing forth. Так, это мы сейчас идём в яму. Так. Ага. Слушайте, ну мы сейчас оказались... Мы сейчас оказались в логове невидящего ока. Вот оно, собственно, это логово. Тут, скорее всего, ловушечка. Давайте попробуем. Хотя, может и нет ловушки. Давайте проверим. Нет, ловушки здесь нету. Так, драгоценный камень. Болт плюс один на продажу. И заклинание подчинения малого элементария огня. Но это заклинание, по-моему, магичка точно знает. Да. Да. Так, ну чё. Мы в логове, то есть надо сейчас... Всё здесь обследовать. Так, вот отсюда мы пришли. Значит, идём наверх. О, 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 о. Там ловушка была или что? Или это меня просто атаковали? Нет, это ловушки не было. Нас просто атаковали. Это у нас гаут. Гаут. Ну, вообще, по внешнему виду похож на бихолдера. Это же бихолдер. Шарик, из которого торчат глаза, я же вижу. Кстати, бихолдер обратился в бегство. Смотрите. Они, оказывается, тоже пугливые товарищи. Так, ну здорово огребли. Я предлагаю сейчас отойти снова, отдохнуть. Правда, Минск парализован. Нет, придётся Минск сначала распарализовать, так сказать. Сейчас добьёмся в угол, отдохнём. Враги не респятся. В этой игре, слава богу, враги не респятся. Больше всего я ненавижу это респ врагов, но его здесь, в этой игре, нету. Респятся только во время сна. Случайные, так сказать, стычки. Вот. Но это даже не респ, считается. Это всё-таки другое немножко. Так, всё, отдохнули. Что такое? Всё-таки, смотрите, опять враг испанул. Нет, даже возле выхода респятся заразы. Так, мы его, конечно же, наказали, но хотелось бы всё-таки... Хотелось бы всё-таки отдохнуть. Так, вот сейчас получилось отдохнуть. Всё, теперь можем идти дальше. Вот здесь уже гаут, он же бихолдер, уже не появится. Мы его прикончили. Ненавижу РПГшки, где враги респятся на зачищенных территориях. Ненавижу. Но к болдергейту это не относится. Так, давайте ускорение применим. Мы же будем намного эффективнее, драться. Будем очень ускоренными. И обследовать локации быстрее получится. Так, очередной... Ох, ты смотришь, какой огромный. Это кто? Это созерцатель. Это созерцатель. Огромный совершенно тип, давайте... Так, ну мы ускорены, я надеюсь, нам это поможет. А, легко замочили. Видите, не такой уж он и страшный оказался. Созерцатель. Но это, по сути, бихолдер. Просто бихолдер. Слушайте, у меня уже и второй рюкзак переполнился, прикиньте. А, фу-то, я не туда. Мне надо в эту... В шкатулку же кидать заклинание. Ну-ка вот, я уже точно второе сейчас заклинание кидаю. Опознание. Да, радует то, что заклинания, они дублируются. То есть, одну ячейку занимают однотипные заклинания в шкатулке. Это здорово. Сколько драгоценных камней, стрелы, заклинания. Лафа. Алибарда какая-то магическая, требующая опознания. Драконья погибель плюс три. Алибарда плюс три, драконья погибель. Это было оружие Торвина Дукала, одного из семерых самопровозглашенных истребителей драконов. На протяжении многих лет эта семерка выступала против того, что они называли коварным нашествием драконов, угрожающим Фаеруну. Торвин за большие деньги зачаровал это оружие и неоднократно использовал его, хотя лишь один белый дракон был убит этой алибардой. Истребители драконов встретили достойного противника, сварливого древнего красного дракона, перебившего всю группу в эпическом сражении. Однако это оружие не пополнило собой сокровищницу монстра, поскольку он удалился в свое логово зализывать раны. А когда вернулся, мародеры уже хорошо потрудились над полем брани. Тхак плюс три, повреждения от четырех до тринадцати и плюс шесть против драконов. Так, четыре тринадцать, тип урона колющий, вес двенадцать, скорость, фактор скорости девять. То есть оно очень медленное, и оно, по-моему, двуручное. Да, оно двуручное, слушайте, но это на продажу только. Кстати, у меня никто же с двуручниками не дерется. У меня с двуручником дерется Минск. У него лиларкор, меч, урон от четырех до четырнадцати, тхак плюс три. Рубящий урон. Свойства приношения, иммунитет к зачарованию, к смятению. Нет, у него лучше. То есть, по сути, получается, что этот меч надо продавать. И драконию погибет, на продажу пойдет. Хотя, даже немножко жалко такие редкие артефактные штуки продавать. Спору нет. Так, ну что, получится у нас отдохнуть здесь? Все-таки ущерб здоровью мы все-таки определенный получили. Так, отдохнули, отлично. Вообще, надо почаще применять ускорение. Очень полезная штука. Быстрее в два раза все происходит. Ух ты, мы уже почти всю локацию обследовали. В незаметном образе. Так, еще один бихолдер. Но они почему-то в этой локализации называются гаутами. Когда мы ускорены, они для нас не проблема вообще. Легко ложатся абсолютно. Так, куча денег. Деталь рассекателя. О, вот это очень важно. Вот это очень... Так, почему у меня этого... Рядом нет. У него что, переполненный винтарь, что ли? Слушайте, а у этого ты удаст... У него уже давно, оказывается, инвентарь, смотри, переполненный. Уже некуда шмотки складывать, между прочим. Так, мы нашли какой-то квестовый предмет. Рассекатель. Таинственный рассекатель. При Гензе этот скипетр настолько разрушителен, что боги прокляли его и захоронили глубоко в нетрах земли. Древнему богу Амаунатору и его последователям была поручена задача охранять его. Угасающая аватара Амаунатора позволила вам использовать скипетр для уничтожения незрячего ока. Аватара попросили вернуть его, когда задание будет выполнено, так как выносить прибор на поверхность земли исключительно опасно. Так, ну это квестный предмет, его нельзя использовать по прямому назначению. Так, получится у нас отдохнуть все-таки? Давайте отдохнем, попробуем. Потому что опять... Священник, я смотрю, плохо. Так, все отдохнули. Снова ускорение. Погнали. Собственно, я нашел то, зачем сюда и пришел. О! Незрячее око! Это и есть тот самый главный злое божество, к которому поклоняются вот эти вот чуваки, вырывающиеся глаза. Незрячее око. Низкий голос раздается у вас в голове. Оставь надежду, зрячий, ибо смерть близка. Так, 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 напал на нас. Атакуем его. Этот тип, возможно, довольно толстый, поэтому нужно и магию тоже активно использовать. Попробуем молчание применить, хотя у меня есть большие сомнения, что сработает. Так, применил... применил молчание, но оно, естественно, не сработало. О! У меня магичка уже умерла, прикиньте. Вот это прикол. Вот это прикол. Магичку замочили. А как, чё он так быстро сдох, а то вздох? Так, давайте только воинов тогда... Нет, давайте всё-таки все тол... Нет, давайте только воинов попробуем кинуть бой. Они более толстые. Блядь, почему все вместе передвигайтесь, а не по одному? Так, вот это главное злое божество. Блин, оружие не действует. А-а-а, я понял, что надо сделать. Надо взять в левую руку... Надо взять в левую руку вот этот вот... Надо взять вооружиться вот этим мечом. В слот быстрого доступа его положить. Вот этот вот рассекатель. Только рассекателя можно поразить этого негодяя. Слушайте, давайте ещё раз загрузимся. Я читал в прохождении, что надо вот этого рассекателя в руку положить. Или в ячейку быстрого доступа добавить. А, наверное, если его взять в ячейку быстрого доступа, тогда... Тогда, наверное, и... Я не знаю, как это работает, друзья. Короче, я его положил в ячейку быстрого доступа. Если что, посмотрим в прохождении. Так. Вашим найти и уничтожить секту без глазых. Так. У меня в дневнике новая запись. Давайте почитаем. Когда созерцатель будет убит... Так, секунду. Когда созерцатель будет убит, я должен вернуть жезл аватарю. Он предупреждает на то, что будет вещь проклата. Я не хочу даже знать о том, что могло бы случиться, если бы я отважился использовать жезл во второй раз или унести его отсюда. После этого мне нужно вернуться в храм и доложить об успехе. Может быть, надо просто как-то применить его? Ну-ка. Вот я выделяю главного персонажа. Использую вот этот вот рассекатель и применяю его на этого чувака. Не зря Чиока. Так, ну я применил на него. Не зря Чиока. Атакует персонаж. Не зря Чиока. Фактически промо. Что-то я не понял. Ну-ка еще раз. Давайте попробуем применить. Я применяю не зря Чиока. А толку никакого. Что-то оно не особо-то работает. А, все, замочили, замочили. Да, нужно незрячим оком пользоваться, чтобы замочить всего. Из ячейки быстрого доступа. Все, замочил. Эти ребята отсиделись. В принципе, правильно сделали, что отсиделись. Так, опознаем вот этот вот браслетик. Амулет 5% к сопротивлению магии. Амулет сопротивления магии. Лиц, действующие по поручению городского совета от Катлы, часто надевают эти амулеты, когда охотятся на незаконно пользующихся магией. Амулет дает небольшую защиту против магов отщепенцев, упорно нежелающих оказаться в тюрьме или могиле. Сопротивление магии 5%. Ну, ерунда же, согласитесь. Это только на продажу может пойти. Только на продажу. На самом деле, ничего интересного у такого божества даже мы не нашли. Когда созерцатель был убит, я должен... Так, ничего нового в дневнике, кстати, не появилось. Смотрю. Ничего нового не появилось. Какой-то выход, куда ведет, непонятно. К верхним уровням. Так, на верхний пока рано. Я еще здесь не смотрелся. Блин, стайка бихолдеров небольшая. Блин, как здорово Минска грибает. А что ж такое? Лечь им его. Чуть-чуть не успели его вылечить. Нет, когда бихолдеры в стайке, они реально опасны. Они вообще, в принципе, довольно сильные. Я не понял, а почему у меня загрузилось такое старое сохранение? Я, может, промахнулся? Да, я просто промахнулся. Я уж испугался, думал, сейчас по новой все это проходить. Так, ну что? Ну давайте, да, попробуем просто тупо в лоб еще разочек. Попробуем. Блин, смотри, как они долбасит здорово. Может быть, животными тупо? Надо, по идее, животных использовать. Мне кажется, в качестве пушечного мяса. Так, не просто. Я буду помогать, как всегда я могу. Так. Лечить паралич нужно. Но сейчас опять, походу, священник украна. Да. Здесь нужно животными. Здесь нужно животных наплодить и их в качестве пушечного мяса использовать. У этих бихолдеров, они же гауты. В принципе, закончится заклинание и все. Давайте наплодим животных побольше. Причем толстых каких-нибудь. Кажется, это будет хорошей идеей. А вам так не кажется? Что это сейчас? И даже, кстати, главный персонаж тоже может использовать, по-моему. У кого-то был предмет, который позволяет призывать пауков. У кого было такое заклинание? Я готов, я думаю. Странно. По-моему, по репрессивному главному чуваку была возможность призывать пауков. У него соответствующий амулет. Так, ну вот. Так, отходим. Отходим. Почему-то... А, спалилась. Магичку уводим. Магичку уводим. Там, в принципе, животные с ними. Так, ай-и вот включаем. Они сразу закидаются в атаку. Да, блин. Каким образом он здесь оказался? Ну а-и же, выключи. Да, что за бред вообще? Что за бред? Я не понял, почему их замочили. Так, снова призываем животных. Пускай они поближе где-нибудь призовутся. Что это сейчас? Священник может призывать. Священник, как ни странно, тоже животных. Животных два может призывать. У меня у главного персонажа... Ой, подождите, почему-то у меня закрылось. У меня у главного персонажа есть способный. У него же есть амулет какой-то в инвентаре. Амулет орфистов. Нет, это не то. Кстати, амулет орфистов его можно вообще, наверное, снять. Он уже, в принципе... У кого-то был какой-то паучий амулет или что-то в этом роде. Вот у него. Статуэтка черного дракона. Черного паука, вернее. А, вот. Я ее просто не видно. Статуэтка паука. Это тоже можем паучка призывать. Главный персонаж тоже может призывать. Паучка призывать. О, нет. Опять он ломанулся, зараза. Так, все отключаем этот гребаный инвентарь. Открузим. Так, ну, животные-то куда побежали? Животные пускай дерутся. Там какой-то замес идет. Мы его не видим. Паука, понятно, быстро положили. Но у меня такое ощущение, что я не успел призывать животных или что. Там драка идет без нашего участия. А, тут, смотрите, ребята, видите, наши паучки дерутся. То есть мы этого не наблюдаем. Давайте отойдем и просто вернемся чуть позже. Когда там все закончится. О, смотрите, они с другой стороны полезли. А вот это мне совсем не нравится. Так, включаем ай-и, иначе они так и будут стоять. Слушайте, я что-то не понял. Тут огромный, огромный созерцатель появился. То есть мы на два фронта, оказывается, деремся. Прикиньте, опять придется загружаться. На два фронта я не вывезу. Так, ну как-то на два фронта вообще не варик драться. Так, отходим. Тогда отходим. Если вы хотите. Так, давайте наплодим побольше животных. И кинем их просто тупо в бой. Прям максимально наплодим всяких тварей. Паука давайте призовем. Просто такую армию построим. Армию из всяких животных. Так, нас уже спалили. Нас уже спалили. Бихолдер, это видно по музыке. Которая изменилась явно на боевую. Так, и продолжаем призывать всяких животных. Всеми силами. Какая за нас берутся звери. Так, призвали, нет? Странно, почему-то вроде призывали, но что-то не призвалось ничего. Так, священник уже ничего призывать не может. Друидша может еще один отряд животных призывать. Магичка тоже наверняка что-нибудь может. Она может паука призывать. Призываем паука. Так, ну в принципе пауки позволят им... Смотрите, мы кого призвали. Мы призвали льва. Пауки позволят, в принципе... То есть это пушечное мясо, вот животное, которое мы призвали, по идее они должны истощить заклинания вот этих чуваков. Бойцовая собака почему-то на нас напала. Странно. Это не мои ли призванные призванные на меня напали? Блин, там целый отряд скелета. Ну как минимум, по крайней мере мы деремся не на два фронта. Потому что часть животных, она отвлекает на себя от атаки противника. Так, новый уровень у Минска, но сейчас уже не до этого. Сейчас, не сейчас качать мы будем. Точно. Так, можем еще кого-нибудь призвать? Надо призывать, продолжать. Так, мы можем кого-то точно призвать, потому что... В магичке есть еще ведь друидовские заклинания, но нет. Слушайте, что-то я не пойму. Так, мы можем призвать вызов лесных существ. Лесного существа тоже призываем. Ну ты призвала? Нет, блин, я тебе дал задание. Она шевеляет свои камни по-прежнему. Я тебе дал команду призвать лесное существо. Быстро призывай. Нет, она хрен из 2. Не хочет призывать, почему? Честно говоря, я не успеваю соображать, что тут происходит. Тут какие-то говорящие чуваки. Кстати, горные медведи уже почему-то против нас. Какого-то перепугу. Я не понимаю, почему. Я, братья кимани, они не дерутся практически с нами. Скелетов положили, кстати. Слепой жрец легко ранен. Так, слепого жреца ложим. Скачущий паук. Блин, и паук тоже против нас. Ну что за приколы? Те, кого мы призвали, они дерутся с нами. Прикиньте. Это совсем нехорошо, скажу я вам. Те, кого я призвал, они дерутся со мной же. Так, с медведями покончено. Наконец-то. Нет, тут еще один остался. Они, видимо, какое-то заклинание применили, Которая переманила, ну, то есть призму существа против меняших. Хрен знает. Но, в принципе, свою функцию они приняли. И выполнили. Они... Так, слепой жрец. Пусть живучий оказался, слепой жрец. Пусть он и слепой, но хрен попадешь по нему. В принципе, призванные существа, вот они сейчас и выполнили. И на основную свою работу. Кстати, смотрите, один из медведей все-таки приз... Остался мне предан. Так, здесь какой-то тайник, по-моему. Вот это вот что? На стене. Ух, нихрена себе. Метательные топоры, но... Метательные топоры я точно брать не буду. Они очень много весят. А метать топоры, в принципе, некому. Так, малое заклинание обращения. Мне кажется, моя магичка его знает. Пятый уровень. Да, она его знает. Так, вот сейчас бы, конечно, поспать. Но я боюсь, что сейчас спать все-таки слишком опасно. Давайте отберем все-таки все тела. На нас напали какие-то чуваки. Тут уже явно не животные с нами дрались. Видите, тут какие-то жрецы с нами дрались. Так, ну это обычная булава. Большой щит, серебряное жерель. Ну, ожерелье давайте возьмем, так и быть. Так, новый уровень у Минска. Повышаем его. Все, Минск у нас аж на десятом уровне теперь. Так, еще какое-то заклинание. Подчинение малого элементаря воздуха. Вот такого заклинания, по-моему, не знает. Это заклинание пятого уровня. Нет, тоже знает, кстати. Тоже знает. Мы тут каких-то боссов, мини-боссов завалили. Это центральная часть карты, да. Здесь какие-то вот эти вот... Ну, жрецы. Жрецы. Я читал прохождение, по-моему, там какие-то жрецы обитали. Просто в полубое мы, я даже и не понял, кого мы завалили. Они, в принципе, не разговаривали, сразу напали. Так, ну что, попробуем поспать. Мне кажется, сон прервут, естественно. Так, нужно объединить отряд для сна. Ну, мы прям в центре карты точно не поспим, я думаю. Нет, кстати, смотрите, нормально отдохнули. Никто не прервал сон. Кстати, смотрите, переход в поселок Упырей. По-моему, я там не был, но, по крайней мере, звучит довольно странно. А, поселок Упырей. Это город нежити, как у меня... Блин. Опять эти чертовы бихолдеры. Подходим. Они слишком опасные. Выключаем. Выключаем. Ой-ой-ой. Так, отключаем искусственный интеллект. Туда надо животных натравить. Туда нужно натравить животных. Пускай, допустим, магичка скелет... Паука призовет. Так, груидша тоже призывает животину. Ну, просто они действительно опасные, вот эти вот твари. Они опасные. Когда в большом количестве вот эти бихолдеры опасные. Это пахнет. Так, и вот просто вот эту толпу народу просто отправляем навстречу бихолдерам. Так они с ними разбираются. Так, так, так. Мы сами под раздачу опять попадаем. Я думаю, они и без нас справятся, правильно? По звукам слышишь, что там когда-то ажидашо у нас лишено. Дико то есть, по-моему, мы просто с той сторонки. За нас его сделаем. Ну, в принципе, видите, все видно по дневнику, что там происходит. Видно, что огребают мои скелеты. Видно, что огребает медведь мой, к сожалению. Слушайте, я почему-то вижу, что только огребают мои парни, которых я прислал. Такое ощущение почему-то. По-моему, там всех почти положили. Давайте подключаться на подмогу уже пора идти. Слушайте, у нас какая-то жесть. Ну, может быть, у них хотя бы затринания закончились? Слушайте, они хреначат и хреначат, как из пулемета. Что за жесть творится? Охренеть. Все, загружаемся. Тут уже без шанса. Слушайте, ну это какая-то жесть, скажу я вам. Что за бред вообще? Так, еще раз призываем животных. If you wish. Не надо никуда идти. Стой, где стоишь. А, нет, здесь все нормально. Просто призываем животных. Попытка номер два. Так, предмет... Паука мы призывать уже не сможем. Слушайте, надо отдыхать. Надо отдыхать. Пробуем отдыхать, да. Так, все, отдыхнули. Сохраняемся. Сейчас всех опять призываем. Попытка номер два. Так, все призвали. Призываем еще раз. Все заклинания, призывы используем по максимуму. Да. Все заклинания, призывы используем по максимуму. Продолжение следует... 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 Такое ощущение, что я призываю, но что-то я особо больше не становится народу. Это просто обман зрения. Почему я переключаю тип заклинаний, а нихрена не меняется? Тут мне непонятно. Я переключаю тип заклинаний, а заклинания не меняются. Что за бред? Так, ну вот я наплодил кучу всяких тварей. Сколько смог, столько наплодил. Снова пытаемся их кинуть в бой. Сохраниться нельзя, к сожалению. А, вот сохранился, кстати. Попробуем просто их натравить. У них помощник обитателей. Так, на разведку пускай главный герой-то пускай бегает. Просто, чтобы корректировать вообще. Заметьте, они почему-то атакуют все равно главного персонажа. Не медведей, которые их долбят. Почему-то главного персонажа. Не, ну вот я смотрю, скелеты, скелеты, собственно, наносят урон. Наносят урон. Там какой-то, кстати, новый враг, китикс. Я такого не встречал. На, китикс это на моей стороне, кстати, которого я призывал. Ну, кауты тоже огребают, в принципе. Так, давайте пока подлатаемся. Нам в любом случае придется, видимо, добивать тех фарминок. Так, призвать уже все, никого, да, не получится? Интересно, от облака смерти могут умереть вот эти чуваки? Там мы их положили, кстати. Мы их положили, сохраняемся. Я вижу, что одни трупы уже там практически остались. Китиксы мы его положили. Скелета положили. Смотрите, горный медведь гауту десятку нанес, девятку нанес. Вот семерочку горный медведь нанес. Вот гаут, смотрите, горный медведь. Аж 16 единиц урона снял с гаута. Нет, гауты там тоже огребают. Ой-ой-ой. Тихо-тихо, я что-то не то, кажется, сделал. Что это делать? Ой, блядь. Я перепутал заклинания. Я облака смерти применил. Блядь, уходим отсюда, срочно. Облака смерти на своих применил. Да что ж такое? Перепутал заклинания. Так, пока ждем, пока замес закончится. Так, черного медведя положили, но там еще горный остался. Так, гаута, одного гаута мои положили. Еще одного гаута положили. Где ведь еще? Слушайте, ну в принципе неплохо. То есть, двух гаутов я положил, просто даже не вступая физически в схватку. По-моему, это очень даже хороший результат, мне кажется. Оставшимися силами я сейчас применю ускорение. Правда, придется подождать, пока облако смерти пройдет, которое я на самого же себя вызвал по ошибке. И там добить не составит. Я думаю, проблемы. Мерзавцев, зеленых, многоглазых. Так, ускорение, ускорение, давайте. Так, применил ускорение. Сохранился. Там гаутов как минимум в два раза меньше, так что сейчас все должно получиться, по идее. Поле брани, смотрите, сколько трупов. Так тут все гауты мертвы, у меня даже мишка остался. Вообще красота, красота. Красавы, ребята. Смотрите, я полностью чужими руками победил такую огромную сфору с врагов. Класс. Вот эти мне и нравятся, такие игры, знаете, ну приятно. Приятно такое разнообразие возможностей. Так, здесь опять созерцатель. Здесь еще один созерцатель, друзья. Вот так. Ну мы ускоренные, а он один. В принципе, я думаю, проблем не должно быть. Да, получилось довольно легко. Пара другое ценных камней, 220 золота и новое заклинание, тайное слово. Такого заклинания я точно не встречал ранее. Тайное слово, четвертый уровень. Зона действия враждебное существо. Эти чары снимают с объекта одно заклинание, защищающее его от магии уровня 8 и ниже. Сюда входит малое заклинание поглощения, малая сфера неуязвимости, иммунитет, заклинание обращения, заклинание поглощения и заклинание щита. Сопротивление магии объекта, если оно есть, не влияет на это заклинание. Так, записали, отличное заклинание. Ну, может быть оно в будущем будет использоваться. Кстати, оно четвертого уровня, кстати, довольно-таки низкоуровневое. Ну-ка, есть у меня альтернативы? Да не, я его не буду использовать. Носить коррективы не буду в список заполненных. На, не попробуем поспать. Вот здесь вот как раз пещерка такая заплутая. Ну, получается, я, в принципе, все зачистил. Вот это логово Бихолдера. Так, не дали поспать. Один. Один гаут, но это не так страшно. Но есть одна проблема. Если он здесь появился раз, то он, скорее всего, поспать нам не даст и в будущем. Не, поспать. Так, опять враги появились? Нет, ну, что не было, а кто нам помешал спать? Так, все, отдохнули. Отлично. Получается, пещера обследована полностью. Я сейчас быстренько по прохождению гляну. Ничего не пропустил здесь? В логове невидящего ока. Да, все. Все. Теперь у меня есть вторая половина вот этого жезла. Рассекатель. Его сейчас нужно вернуть аватару. То есть тому несчастному божеству, про которого уже забыли его последователи. В поселок Упыри надо идти, что ли? Нет, в поселок Упыри не нужно. К верхним уровням, я так понимаю, нужно двигаться. Пошлите к верхним уровням. Сейчас ускоряться не буду, потому что боев уже вряд ли... Вряд ли здесь будут какие-то бои. Просто базарят, просто так не буду заклинаниям. Все-таки помимо того, что они просто быстрее перемещаются, они же и в два раза больше урона дерутся в два раза лучше, будучи ускоренными. Так, куда мы вышли? Мы вышли... Вот, теперь здесь нужно двигаться к убежищу отступников секты, чтобы погодиться этим чуваком. Так, я выполнил задачу Микрата, и волшебник попытался... Так, подождите. Созерцателей я убил, но... Новых записей в дневнике пока не появилось. Блин, они, конечно, сейчас дорогу будут искать. Блин, знает сколько. Вот эта, чё стоит? Чё она стоит? Я не понимаю. Так, ну вот я принёс ему. А, подождите. Мне нужно не ему нести. Мне нужно нести... Каватару. Ты уничтожил тварь, поработившую столь многих. И за это я благодарен больше, чем могу выразить. Я чувствую, что скипетр, рассекатель, при тебе. Ты использовал его? Мне следует предупредить, чтобы ты не выносил его на поверхность земли. Его сила поглотит тебя. Гораздо лучше будет, если ты вернёшь его туда, откуда он взялся. Ради нашей общей безопасности, милорд. Если выйти на улицу с рассекателем, вот с этим, то... То вся партия мгновенно погибнет. Поэтому рассекатель, да, он должен оставаться в подземелье. Клогу не за чего-ка. На территорию секты. К нижнему уровню. Нам надо к нижнему уровню всё-таки двигать. Ну, видимо, да? Что-то я запутался, куда идти. Слушайте, ну к нижнему уровню, значит. Я вроде оттуда пришёл. Я немножко что-то заблудился, честно говоря. Мне нужно сейчас в храм вот этого... Ну, где вот эти вот больные люди живут, которые забыли про своего бога мне туда. Просто я не помню, когда туда попасть. А, ну вот, всё, в принципе. В древний храм нам нужно вернуться, да? Товарищи решили разделиться и пойти разными путями. Нет, объединились. Так, интересно... Ты вернулся? Почему? Зачем ты сюда вернулся? Ты принёс назад великий прибор? Я же говорил, что такова воля вашего господа. Скипетр разряжен, а теперь будет уничтожен. Ты лжёшь. Ты не можешь не лгать. У нас здесь нет надежды. Прошли века с тех пор, как что-то менялось. И эти века завершились. Неужели это так сложно постичь? Просто пришёл конец. Этого не может быть. Ты не можешь быть вестником перемен. Это невозможно. Я... Я должен посмотреть сам. Я должен услышать его слово. Мы все должны. Больной, здесь ничего нет. Здесь никогда ничего нет. Кроме смрада нашей ненависти. Ваша вера заставляет его вновь увидеть вас. Можешь хотя бы попробовать назвать его имя? Столетиями мы упоминали его имя только в проклятиях. Он не даёт о себе знать, а значит и смысла нет никакого. Мне он дал знак. Что ты на это скажешь? Я... Я... Амаунатор. Твой народ взывает к тебе. Я... Агру Тиндул. Солнечный лорд третьего дома. В соответствии с твоим заветом. Сим, взываю к твоему имени. Мы просим, пожалуйста. Мы зовём тебя. Пожалуйста. Ты нам нужен. Я слышу тебя. Вы. Те, кто страдал. Кто всё ещё страдает. Близится конец нашему служению. В соответствии с буквой договора мы должны охранять сей скипетр до конца времени. Наше время закончилось. Тогда что осталось сделать? Ничего. Ваше задание выполнено. Вы все воссядете рядом с Амаунатором в цитадели вечного солнца. Старые враги сгинули. И долг исполнен безукоризненно. Да вас славится хранитель времени за то, что всё пришло к справедливому завершению. Сиё есть конец всему. Да упокоятся ваши души в сердце моём. Покойтесь с миром. Покойтесь с миром. Мы получили 47 тысяч опыта. И получили какой-то предмет. Какой-то потеряли. Йошима получил новый уровень. Слушайте, ну почему-то никаких записей в ней не появилось. Хотя я выполнил важнейший сюжетный квест. Ну, либо побочный, хрен знает. Но если побочный, то это очень крутой квест. Так, давайте новый уровень повысим. Йошима. Пока не забыл. Повысить уровень. Так, оружейные навыки мы не повысим. Подождите, а почему он не повышается? Так. Почему я не могу? А, потому что я могу повысить карманные кражи, взлом замков, поиск ловушек. Давайте взлом замков повысим. Хотя, блин, поиск ловушек, мне кажется, больше... Больше... Нет, давайте взлом замков все-таки. Так, взлом замков я ему прокачал. Все. Так, ну что, мы выполнили важнейший квест. Какой-то предмет у нас должен был появиться в инвентаре. Средний щит какой-то появился. Спасительное милосердие плюс 3. Когда-то это был крайне мощный щит, который использовался священниками Бэйна. Но с кончиной бога большая часть чар рассеялась. Однако, базовая магическая защита осталась, что делает предмет очень полезным для любого искателя приключений. Класс защиты плюс 4. Не могут использовать барды, друиды, маги, чародей, воры, монахи, кенсей. Да блин, а кто тогда может использовать? Господи. Маги не могут, воры не могут. Друиды не могут. Класс защиты 4. Ну, это получается... Получается... Бесполезный щит, к сожалению. Использует может друидша, но у нее-то рыцарский доспех, а защита единица. Ну, получается, что только на продажу. А щит-то хороший. Щит-то хороший. Так, ну мы выполнили этот важнейший квест. Мы освободили, так сказать, последователей этого бога. И сам бог доволен. Все довольны. Продолжим в следующей части. Всем пока.